Здравствуйте, уважаемые зрители! Рады приветствовать вас на нашем канале. Применение черного тмина в кулинарии широко распространено в настоящее время. Пожалуй, многим известна его польза и некоторые эффекты, которые он оказывает на организм человека в целом. Только вот далеко не все знают, что у этой пряности имеются противопоказания. В каких ситуациях его стоит употреблять в пищу, а когда лучше воздержаться от этого? Пожалуй, вторая часть этого вопроса может оказаться куда важнее, ведь неправильное применение этой приправы может вместо пользы принести отрицательный эффект для вашего здоровья. И что еще хуже, не зная нюансов его применения, можно, как говорится, напороться на то, за что боролись. Как избежать ошибок в его применении? Чтобы помочь вам в этом, мы подготовили это видео. Из него вы узнаете все о пользе и противопоказаниях к применению. А прежде чем приступить, предлагаем вам поделиться своим опытом в комментариях, в какие блюда вы добавляете черный тмин. Также можете написать свои рецепты. Итак, теперь мы можем приступить к разбору нашей основной темы. В чем заключается польза черного тмина? Начнем именно с этой части вопроса, чтобы сложилось правильное мнение о пряности. Не зря использовать его начали в Древнем мире. К примеру, царица Клеопатра применяла семена черного тмина, чтобы продлить свою молодость и красоту. О том, как сделать это, мы также расскажем. А в Риме эта приправа использовалась для лечения зубной и головной боли. Уже тогда полезные свойства этого продукта были известны людям. Сейчас же мы имеем полное представление о них. Первое. Тмин богат витаминами группы А, Е, Д, С, В1, В2, В4, В6. Второе. Он содержит фолиевую кислоту, полиненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, а также незаменимые для человека аминокислоты и бета-каротин. Третье. Дубильные вещества и фосфолипиды. И что является не менее важным, множество микро- и макроэлементов, таких как кальций, магний, цинк, железо. Благодаря уникальному составу, зерна черного тмина помогают нашему организму в поддержании правильной работы абсолютно разных систем. Среди положительных свойств этой пряности выделяют. Первое. Способность благоприятно влиять на моторику и секрецию желудка. Второе. Специя повышает аппетит и обладает иммуностимулирующим свойством. Советуем добавить его в рацион во время сезона простуд. Третье. Она имеет мочегонные свойства, снижает артериальное давление и избавляет от дискомфорта во время пищеварения. Им лечат диспепсию, запоры, метеоризмы, атонию кишечника. Четвертое. Уничтожает камни как в почках, так и в мочевом пузыре. Пятое. Тмин снижает содержание холестерина в сосудах и борется с микробами. Шестое. Он помогает избавиться от различных болей, от головной и зубной до боли в суставах, а также от воспалений и паразитов. Седьмое. Способен улучшить память и работоспособность мозга при регулярном применении, а вдобавок, эта специя укрепит волосы и ускорит их рост. Восьмое. Пряность помогает в борьбе с подагрой, ревматическими заболеваниями. Девятое. Наружное применение эфирного масла тмина позволяет избавиться от угревой сыпи и дерматита, а всего одна ложка цельных семян с медом в день позволит придать здоровый оттенок коже лица. Десятое. К тому же, черный тмин стимулирует процесс лактации, потому его включают в рацион кормящих матерей. Как мы видим, список действительно большой и разносторонний, от цвета лица до лечения серьезных заболеваний. Именно поэтому эта приправа так ценилась на протяжении своего существования. Но судить о ней пока рано, ведь осталось ознакомиться с противопоказаниями к ее применению. Кому нельзя употреблять тмин – пищу. Итак, список полезных свойств большой, но противопоказаний практически столько же. От этой пряности следует отказаться в следующих ситуациях. Первое. Вы больны сахарным диабетом. Второе. У вас наблюдается гипотоническое заболевание. Третье. При гастрите или повышенной кислотности. Четвертое. Вы перенесли инфаркт миокарда. Пятое. У вас была диагностирована ишемическая болезнь сердца. Шестое. При тяжелой форме желчнокаменного заболевания. Седьмое. Наблюдаются активные аутоиммунные процессы в организме. Восьмое. При тромбофлебите. Также следует помнить о том, что тмин является сильным иммуностимулирующим средством. Потому от его приема нужно отказаться людям, которые ранее перенесли трансплантацию органов. Советуем не злоупотреблять этой приправой. Ведь в противном случае она может стать причиной болезней, с которыми призвано бороться. Это, к примеру, может быть метеоризм или диарея. Также может развиться аллергия. Делитесь этим видео со своими знакомыми, чтобы и они узнали всю правду о черном тмине.